МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Здравствуйте! Илья Соболев, прожарка, ТНТ-4. Илья Соболев — это я, прожарка — это шоу, ТНТ-4 — это пиздец. Тем не менее, мы здесь. Итак, кто не знает, что такое прожарка, я расскажу вкратце о формате. Несколько очень смешных комиков стебутся, шутят друг над другом очень жестко, друг над другом и над звездой. Потом звезда очень жестко шутит про них. После этого она садится в майбах и уезжает в пентхаус. А ребята идут к реке, ловят рыбу, чтобы как-то похавать и отпраздновать этот вечер. В общем-то, это и есть прожарка. Сегодня наши молодые, неизвестные и никому не нужные. А некоторые и известные, никому не нужные комики будут прожаривать звезду вселенского масштаба. Когда я узнал, кто будет сегодня гость, я сказал, вау, Собчак! Быстро же мы стали отстойным шоу. Совсем недавно Ксения вышла замуж, этому можно поаплодировать. Мне вообще кажется, что Константин Богомолов женился на Ксении только потому, что ему очень нравится Юра Дудь. Дальше еще факт. В тюрьмах на стену вешают календарь с голой Ксюшей, чтобы реально следить за датами и не отвлекаться. Итак, что же я тяну? Я хочу представить Ксюшу здесь. Женщина, чей подбородок может вместить сразу два фестиваля нашествия. Встречайте, неподражаемая, потому что этому вообще не хочется подражать. И непревзойденная. Ксения Собчак! АПЛОДИСМЕНТЫ Теле и радиоведущая. Ну, дом, дом два! Светская львица. Ну, да, был такой период. Самый провокационный интервьюер страны. Мне каждый второй написал, что сдохнет, сука, ненавидим лошадь, расстрелять. 7 миллионов подписчиков в Инстаграм и 1 миллион на Ютуб. Мне ужасно хочется, чтобы меня любили. Журналистка, киноактриса, кандидат в президенты Российской Федерации. Хватит, ребят, ну хорош. Ну, правда, ну вы все достали. Ксения Собчак. АПЛОДИСМЕНТЫ У-у-у! Ксюш, привет! Добрый вечер! Приветствую! Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Это, кстати, новогодний выпуск. Он будет выходить именно в 23.00 на канале ТНТ-4. И это будет большой подарок. К сожалению, у нас нет елки, но у нас есть мешок, который на тебе. И... Знаешь, насчет 23-х ты погорячился. Если я начну, понимаешь, вот свои сорочки делать вот так, то, может, и после нуля вас выпустят, ребят. Вы видели это? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Новогодний подарок. Пока немножечко дам Шерон Стоун, а там посмотрим. Сейчас Волочкова заикала где-то, что... Мой хлеб отбирает! Итак, Ксюш, ты генеральный продюсер телеканала «Супер». Это как надо ненавидеть человека, чтобы из всего холдинга «Газпром» медиа тебе отдали именно телеканал «Супер». Кстати, это не наша шутка, нам ее прислала некая Тина Ка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, скажи спасибо, что не ТНТ-4 мне отдали. Ну, да. Кто сейчас подо мной работал, Собовик. АПЛОДИСМЕНТЫ Под тобой Богомолов работает. Итак, давайте... АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, Ксюш, мы немножко подготовились к этому вечеру, чтобы тебе было приятно. В этом зале нет ни одного толстого человека. О, Боже мой. И чтобы тебе было не страшно, здесь нет ни одного зеркала. АПЛОДИСМЕНТЫ Ксюша, у тебя очень много рекламы в Инстаграм, мы это заметили. Это неудивительно, потому что на твоем фоне любой товар кажется привлекательным. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, позволь, представлю тебе прожарщиков, кто будет сегодня над тобой шутить. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый победитель комедии баттл на канале ТНТ Сергей Матросов. АПЛОДИСМЕНТЫ Ксюш Камеди Баттл – это такой проект, где 200 человек целый год борются за твой средний чек в ресторане. АПЛОДИСМЕНТЫ Если честно, вместо Сереги должен быть Андрей Биберешвили. Но мы решили, что надо поменять гея. АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше. Ира Приходько. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть несколько неписанных правил. Не смотри на сварку, не перебегай на красный и никогда не свети ультрафиолетовой лампой на лицо Иры Приходько. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше. Марк Сергеенко. Марк. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как сказал начальник кладбища, только потом положите это где взяли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Филипп Воронин. Филипп, привет. Филипп Скромняга. Говорят, на Новый год он загадал, чтобы у него был секс, в котором трахает он. АПЛОДИСМЕНТЫ Это желание. Дальше Роман Косицын. Кто-то после смерти становится великим. В честь кого-то называют улицы и аэропорты. Роман после смерти два дня еще пролежит на остановке. Роман, спасибо, что пришел. Первый раз у нас. Спасибо. Аплодируйте. Зоя Яровицына. Зоя очень приятный и добрый человек. Мы перекинулись парой фраз у писсуара. Зоя уехала из Новосибирска, потому что от нее там залетела телка. Итак, Ксюш, все комики, мы познакомились с ними, и мы, наверное, можем начинать. Первым к нам сюда выйдет Сергей Матросов. Что мы знаем про Сергея? Отличный ведущий свадеб, одаренный стендап-комик «Биомусор». Все, кто знает Сергея, догадались, что про свадьбу и комика я придумал. Сергей Матросов! Приступим, значит. Роман Косицын. Для зрителей выступление Романа Косицына – это всегда захватывающее приключение в сторону выхода. Филипп Воронин. Фил играл с другом в КВН, но потом решил быть никем самостоятельно. Марк Сергеенко. У Марка с женой очень натурально получается ролевая игра «Больной и врач». С аппаратом искусственного дыхания, капельницей и без секса. Марк не носит очки, потому что тяжело. Так, у Марка такое медленное пищеварение, что у него в животе прокис мёд. Сейчас будет грязная шутка, потому что в ней есть слова «Соболев» и «Илья». «Илья Соболев» не идёт нахуй, только потому что там абсолютно всегда Ирина Приходьска. Вот она. И Ксения Собчак. Для неё отдельные аплодисменты, ребят. Светская львица. Кстати, её так называют, потому что ей антилопа поместится в рот целиком. Ксения, ты год назад приезжала к нам в Самару, обещала стать губернатором. Я так обосрался, аж в Москву переехал. Думаю, нахрен этому надо вообще. Все говорят, что Ксения на выборах заняла четвёртое место, но мне кажется, ну, для выборов президента то, что она заняла четвёртое место, звучит слишком мощно, как будто она даже немножко разбирается в политике. Ксения, кстати, мы когда думали, кого позвать на прожарку, за тебя проголосовало 1,68%. И все эти 1,68% сегодня ведут прожарку. Кстати, за Путина проголосовало 7,6,69%. Это я уже не про прожарку, просто хотел сделать тебе больно. Хотя, чтобы сделать тебе больно, надо тебе дать прочитать твою книгу. Конкретно книгу «Замуж за миллионера». Ребят, кто не считал и любит трагедию, очень советую. Значит, там к концу книги становится жалко дерево, из которого её сделали. Ещё Ксения написала энциклопедию «Лоха». Лоха. Ксения написала энциклопедию «Лоха». Филипп, а чё ты не говорил, что у тебя какая-то энциклопедия есть? Ксения сыграла проститутку в самом лучшем фильме, пьяную проститутку в фильме «Корпоратив», покровительницу проституток в клипе «Ленинграда». Ксения, ты нам ничего не хочешь сказать? Ну, там, цену, например. Недавно у Ксении вышло интервью на ТВ-3. ТВ-3 — это которое между нормальными каналами, знаете, да? Интервью с Владимиром Лениным. Там мёртвого Ленина играет профессиональный актёр, а мёртвую журналистку — Собчак. Фразы, которые там говорит Ленин, были когда-то придуманы самим Лениным. Фразы, которые там говорит Собчак — лишние. Мне кажется, Ленин умер, чтобы не давать Собчак интервью. Смотрите, Ксения как-то сказала. Говоря красивые слова о родине, мы почему-то забываем о человеке. Каждому отдельно, который нуждается в сострадании, помощи, жалости и снисхождении. А ещё как-то Ксения сказала. «В стюардессе незачем идти тем, у кого жопа вот такого размера». Ещё Ксения говорила. «Почему в нашей стране так любят ненавидеть? Не просто оскорблять, а с тёмной ненавистью говорить обо всём, что не близко?» И как-то говорит, значит, «Мне насрать на этого маленького ребёнка, пусть хоть сдохнет. Почему вы мне не идёте навстречу, а этому мелкому пидорасу идёте?» Ксения, ты нам ничего не хочешь сказать? А потом ещё раз сказать, но наоборот. Ксения, ты же хайпуешь благодаря своим родителям, потому что благодаря им в детстве ты уже побывала взрослой. Ты ходила в балетную студию в Примаринском театре, в художественную школу при Эрмитаже. Поэтому сейчас ты ведёшь себя как школьница. Ну там, сосёшься с тёлками, обижаешь толстых, хочешь стать президентом. Всё, спасибо, ребят. Серёга, кстати, попал на шоу случайно. Он шёл на запах богатого деда. Шёл, пока не уткнулся в рот Иры Приходько. Для тех, кто только включил и увидел Ксению, нет, это не телеканал «Дождь». Никакого дождя. Кстати, это фраза, которую Ира Приходько говорит перед тем, как договаривается о свидании. Ира Приходько. У Марка диабет, худоба, куча болезней. И он постоянно одевается в тёмное. Марк, бедолага, неужели у тебя ещё и месячное? Знаете, всегда же в парикмахерских лежит журнал с прическами, который ты себе никогда в жизни не сделаешь. И вот Зоя сделала. С нами сегодня в первый раз Роман Косицын. Давайте мы похлопаем тоже отдельно. Роман Косицын или другими словами Фил Воронин, которого растянули в фотошопе. Роман совсем недавно женился, совсем недавно, да? Но мне кажется, я уже видела его детей на Казанском вокзале. Это как-то странно. Илюха Соболев, чуть не забыла про тебя. Илюха, каждый раз, как тебя вижу, думаю, твою мать, опять тампон из кармана выпал или что? И перейдём к нашей прекрасной гости, Ксения Собчак. Ваши аплодисменты, громкие аплодисменты. Не стесняйтесь, больше аплодисментов нужны только ваши аплодисменты, а не голоса, поэтому хлопайте. Небольшая информация про Ксению. Ксения по гороскопу Скорпион, её камень Топаз, её планета Марс, её стихия Пиздеть. Кстати, Ксения единственный в мире человек, который баллотировался в президенты, чтобы повысить ценник на корпораты. Это уникальный случай. Она с 2019 года является продюсером телеканала «Супер». Это доказывает то, что у Гавра не самая худшая в мире должность. Только что мы прорекламировали канал, который никто не знает, на канале, который никто не смотрит. Было бы классно, если бы это сделал Серёга Матросов, человек, которого в хуй никто не ставит. Ксения замужем, но на мой вкус у Ксении мужчина очень специфической внешности. А последний, ну прям, ну, не очень. Есть мнение, что вы вместе только для того, чтобы воскресить какой-то давно исчезнувший вид. Все мы с вами помним Ксению в юности. И Ксения — пример того, что иногда гусеница превращается просто во взрослую гусеницу. Это не означает, да? Самая популярная фраза визажиста Собчак — «Да блять». Ксении на MTV было реалити-шоу «Блондинка в шоколаде». Все мы помним, да? Когда-то давно. Спасибо за него, спасибо, Ксюш. Из него мы узнали, как бы выглядела Перис Хилтон, если бы полежала в морозильнике и её разморозили. После смерти нашу Ксению похоронят в закрытом гробу, чтобы не было слышно, как она проговаривает последнюю рекламную интеграцию. Люди, которые на свадьбе Ксении увидели её стриптиз, легко потом получили шенген, потому что у них появились подвязы через испанский стыд. Ксения, хочу сказать спасибо большое, что пришла к нам. Очень сильно вдохновляешь меня, очень сильно. И ты пример для многих женщин, ты вселила в меня надежду, что даже простая девушка, ничем не примечательная, такая, как я, может поверить в себя и начать выёбываться. Это же так просто, Ксюш. Спасибо тебе большое. Прекрасно. Так, Ксюш, я хочу похвастаться. Сейчас будет выступать Марк. Очень драматичный факт из жизни Марка. Отец Марка Сергеенко ушёл из семьи жить обратно в воду. Ну что ж, прямо к нам сюда выползает Марк Сергеенко. Всех рад видеть. С Новым годом, с Новым годом всех вас, да. Я очень рад видеть здесь Ксению, потому что, наконец, в этой программе шутки про катафалк будут не только про меня. На каждой прожарке шутят, что я плохо выгляжу, что я скоро умру. И вы все смеётесь. А между прочим, у меня вот здесь в кармане, на всякий случай, перед каждым выступлением, есть последняя записка. Дорогой Гавр и телеканал ТНТ-4. В этом письме завещание. Хочу, чтобы его услышали только в узком кругу. Поэтому читаю его здесь, на ТНТ-4. Илье, я завещаю своё дерьмо. Илья, выложи его на Ютуб и сразу подпиши. Почему вам не зашло? Я старался. Пишите, что не так. Илья, всё не так. Кстати, я удивлён, что у Соболя двое детей. Ведь это чудо, что его сперматозоиды достигли яйцеклетки, и они сразу побежали сниматься в каком-то дерьме на Ютубе. Фил, Фил, от тебя я оставлю номер проститутки, которая точно не откажет. Только не звони сейчас, у Иры сейчас съёмки. Кстати, недавно гинеколог Иры Приходько заявил, что Байкал не самое глубокое место в России. Зоя, я не включил тебя в своё завещание, потому что из-за зрения я решил, что сегодня здесь гудок, который начал следить за собой. Серёга Матросов, Серёга, у меня к тебе есть одна просьба. Я хочу, чтобы ты её выполнил после моей смерти. Пообещай, что ты это сделаешь. Иди нахуй. Сергей Матросов выиграл Comedy Battle, Роман Косицын смех без правил. Ксения, видите, даже они что-то выиграли. Ну, и моё последнее обращение ко всем зрителям ТНТ-4. Андрей, Галина, Артём Молдаванов, я вас люблю. Артём Молдаванов. Всю жизнь Ксения подражала Пэрис Хилтон. Ксения, доведите дело до конца. Исчезните. Кстати, Ксения и сейчас выглядит так, как будто её играет сатир. У меня мама Кришнаит. Она отрицает любые конфликты и наличие проблем. Но даже она, когда узнала, что я иду к вам на прожарку, сказала, «Да нахуй оно тебе надо!» Когда Бог раздавал таланты, Ксения стояла в очереди и сралась, кто последний. В титрах самого лучшего фильма Ксения указана как проститутка номер три. Даже среди проституток Ксении не удалось победить. Ксения, Ксения. Нет, ничего, я тоже кашляю часто. Многие называли Ксению человеком, который должен отобрать на выборах голоса у оппонентов Путина. Если это так, то это выглядит так, как будто Ксению отправили ограбить банк, а она оттуда спиздила ручку. Ксения, вы очень противоречивая личность, но спасибо, что вы пришли сюда, ведь это очень большая смелость. Вы первый политик, который согласился, чтобы его прожарили. Спасибо вам большое. С Новым годом, страна! С Новым годом! Спасибо! Марк Сергеев! Прекрасно! Кстати, Марка никогда не позовут в шоу «Что было дальше?» Потому что на него смотришь и хочется узнать, что, блядь, было до. Ксюш, сегодня было сказано столько много всякой грязи про тебя, мне кажется, что, чтобы ее вывести из организма, просто потребуется вагон-полисорба. Вагон-полисорба надо съесть, чтобы посмотреть любое видео с твоего YouTube-канала, и тебя не стошнило. Достойный ответ, как будто тебе кто-то его придумал. То есть, ты реально думаешь, что полисорб заплатил мне деньги только для того, чтобы я сказала в прожарке на ТНТ-4, что полисорб — это замечательное средство для борьбы с отравлением, в частности, с похмельем? Теперь я точно так не думаю, потому что я знаю, что они заплатили мне, чтобы я сказал, что полисорб — это идеальное средство для борьбы с похмельем, особенно в новогодние праздники. АПЛОДИСМЕНТЫ Ильюш, хорошо. Они тебе дали упаковку, чтобы ты ее показал? АПЛОДИСМЕНТЫ Они мне дали две упаковки, чтобы я показал их вот как ты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, у меня есть, короче, два объявления. Первое, полисорб — это отличное средство для борьбы с пищевыми отравлениями. И второе, мне кажется, что нам нужно уволить человека, который придумал эту рекламу-интеграцию, потому что мне кажется, что она была очень ненативная и ненатуральная. Согласна с тобой, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас к нам выйдет Филипп Воронин. Филипп. Филипп почувствовал себя ганнибалом-лектором после того, как съел тот грейпфрукт, который до этого трахнул. Великий и ужасный Филипп Воронин. Так, всем привет. Привет, привет, привет. Здравствуйте, Ксения. Если вы не против, в качестве не шутки, а просто вопроса, вопрос есть к Илье Соболеву. Вот, Илья. Смотри, я захожу в Инстаграм очень часто и вижу посты звезд о каких-то хороших делах. Все эти посты разные, но их объединяет две вещи. Все они о хороших делах и под каждым таким постом есть комментарий Илья Соболева с вот таким вот смайликом. Иногда с тремя вот такими. Я не понимал, что происходит. Я сделал в Facebook официальный запрос, что значит этот смайлик. Они мне прислали ответ. Этот смайлик значит, полностью вас поддерживаю, но своей жопой рисковать не хочу. Вместе мы сила. Илья, если, не дай бог, тебе когда-то понадобится помощь, знай, что ты всегда сможешь рассчитывать на мой... Я перед прожаркой Ксении Собчак, чтобы все прошло хорошо, решил думать, как Ксения Собчак. Поэтому нахер челить, все внимание Ксении Собчак. Ксения, один вопрос быстро задам. Вы уверены, что пришли на прожарку, что это нужно прям? Ничего страшного? Все взвесили. Пока так. Я просто что спрашиваю, вас жирик до слез довел? Что с вами Рома Косицын сделает, я боюсь представить, честно говоря. Ну и теперь о себе. На прожарке Мартиросяна мне было легко, потому что с Гариком меня связывал комедий батл. На прожарке с Семеном Слепаковым мне было тоже легко, потому что меня с ним связывал КВН. С Ксенией меня ничего не связывает, и слава богу, поэтому начнем. Есть мнение, что Ксению невозможно задеть. Ксению Собчак невозможно задеть в метро, а тут попробуем. Поехали. Помните, был сексуальный скандал, были слухи, что у Ксении Собчак и Тимати что-то есть? В то время даже в интернет попало видео интимного характера, на котором можно увидеть, как Ксения и Тимати пытаются зачать дизлайк. Так, теперь давайте про знаменитые поцелуи с Тиной Кандалаки. Все помнят, как Тина Кандалаки и Ксения Собчак на сцене целовались. Слушайте, оказывается, неумение управлять каналами передается воздушно-капельным путем. Ксения, один вопрос. Когда вы успели засосаться с Гавром? Вот. Ксения Собчак на сцене во время вручения премии Муз-ТВ целовалась по своей инициативе с Тиной Кандалаки. Потом на вручении премии GQ она целовалась с Михаилом Идовым тоже на сцене, тоже по своей инициативе. Ксения, если вы думаете, что ваш поцелуй это награда, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Я, кстати, в восьмом классе Олимпиаду по экономике выиграл. И шахматный турнир. Честно говоря, думал, подкинется. Собчак уже не та. Ну, на самом деле, понятно, почему Ксения сейчас устояла. Потому что она недавно в очередной раз женилась. Я знаю, что Ксения Собчак женщина, и правильно говорить не женилась, а сколько можно. Знаете, зная любвеобильность Ксении, в московских ЗАГСах ей разрешают расписываться карандашом. Не сказать, что с Ксенией легко жить, что она хорошая жена, поэтому сейчас она вышла замуж за Константина Богомолова, судя по внешности, за сразу заебавшегося человека. Так, давайте теперь, наверное, про самое актуальное, про ваш YouTube-канал, про передачу «Осторожно, Собчак». Кто смотрит эту передачу? Да. Ксения пришла на YouTube с идеей брать интервью у известных людей. Прикольная идея, кстати. Ее, естественно, все время ее сравнивают с Дудем, но это чисто по форме головы. Кстати, Ксения, если вы переспите с Дудем, у вас родится, блядь, что-то из Майнкрафта, по-моему. Теперь, ну, если честно, что я вот критикую, я смотрю, смотрю практически все видео, но это хуже для вас. Давайте пройдемся по эпизодам, если вы не против. Интервью Ксении Собчак и Гуфа. Ксения Собчак начала с того, что приехала к Гуфу домой с цыганами. Гуфу с цыганами. Ксения, он бывший героиновый наркоман. Вы думали его цыганами удивить, я не пойму. Маргарита Симоньян прервала интервью у Ксении на середине, но зрители этого не заметили, потому что прервали интервью еще раньше. На моменте, блядь, что посмотреть. Но спасибо вам за интервью с Макаревичем. Благодаря этому интервью я вспомнил детство, лето, приезжаешь к дедушке на дачу, а он наркоман. Ксения, это коллективная ответственность. Либо шутка не смешная, либо ваше интервью нахер никто не смотрит. В конце интервью у Познера традиционно звучит вопрос, что вы скажете, когда встретите Бога? В конце интервью Дудя традиционно звучит вопрос, что вы скажете, когда встретите Путина? В конце всех интервью Собчак традиционно звучит вопрос, нахуя я это посмотрел? Тоже своего рода философский такой. Так, ну и про пародию сатира я тоже смотрел, естественно. Мне, честно говоря, было отвратительно ее смотреть, потому что получилось прям один в один. Вот, было очень неприятно еще один выпуск. давайте теперь последняя часть биографии Ксении Собчак, самая значимая, наверное, да, выборы 2018 года, куда Ксения баллотировалась. Я, к сожалению, или к счастью, я не знаю, я в 2018 году не мог голосовать за вас, потому что я достаточно молод, я 92-го года, соответственно, в 2018 году я не был долбоебом. Ну и последнее. Ладно, там, связь с Путиным, Дом-2, личная жизнь, какие-то двуличные интервью. Это все можно понять, посмотреть под разным углом и, ну, сообразить, что так может быть. И единственное, чего я не могу принять, это вот ваш рык из заставки. Осторожно, Собчак. Вы видели это? Я постараюсь показать, я плохой актер, но постараюсь показать там что-то типа Ксения, что это? Что это? Это типа страшно. Блядь, у вас два мужа театральные режиссеры. Метро Голден Майер, блин. Я не мог понять, что это, ну, типа, сексуальность, опасность. Переели перед съемками. Инсульт. Я не знаю, что это, Ксения. Опасность. Слушайте, ну, что бы вы ни думали, что я докопался до этого просто так, пересмотрите на YouTube-канале Ксении. В первых выпусках это была очень длинная заставка, потом Ксения посмотрела и такая, ну да, это пиздец, сокращу. Так и было, кстати. Ну, значит, не все потеряно. Я вас поздравляю. Илюх. Все. Три раза. Спасибо. Спасибо. Перед тем, как снять грустную сцену, где нужно плакать, актерам, чтобы они вошли в состояние, показывают монологи Романа Косицына. Встречайте. Роман, как это, блядь, выключить Косицын? Я в пожарке первый раз, в отличие от ребят, они постоянные участники здесь и я рад, что сегодня прожарка Ксении Собчак, а не кого-то из Comedy Club Production. Потому что я смотрел прожарку Гаррика Мартиросяна и Павла Воли и это же была не прожарка, это же было караоке. Я в конце ждал появится надпись «Вылежите очко, великолепно». Под ваши аплодисменты Ирина Приходько здесь у нас в гостях. Не очень хочется прямо вот так вот в лоб говорить, что Ирина Приходько со всеми трахается, да? Тем более, в лоб это единственное место, в которое Ирина Приходько трахается не со всеми. Знаете, как Ирина Приходько называет секс с пятью мужиками? «Где остальные?» «Марк Сергеенко» у нас в гостях давайте дадим шума. «Марк настолько слабый, что сломать свою ампулу с инсулином просит Сергеича». Но сегодня Марк отлично выглядит. Возможно, так кажется, потому что он сидит рядом с Зоей Яровицыной. у Зои нет детей, потому что огурцы не кончают. Филипп Воронин, уникальный человек. Филипп может одним движением рта превратить абсолютно любые презервативы в презервативы с усиками. Ксения, вначале я подумал, что тебе опасно стебать жестко, но потом, как юрист, понял, что нет такого закона об оскорблении несостоявшейся власти. «Тебя называли русской Пэрис Хилтон. В интернете есть видео, на котором Пэрис Хилтон сосет член. У тебя тоже есть такое видео. На нем объявляют результаты президентских выборов. Согласен, не совсем такое же, да? Пэрис не так глубоко заглатывала. «Ты говорила, что ты child free, но в 16-м году родила ребенка. Ты говорила, что крещеная, но потом стала атеисткой. Сначала радовалась присоединению Крыма, потом стала резко против. Мне кажется, ты даже в сексе говоришь, давай я сверху, не потому, что так нравится, а потому, что срочно надо сменить позицию». Ксения, заранее извини за следующую шутку. Я понимаю, что про мертвых либо хорошо, либо никак, но вот шутка про твою карьеру писателя. Твоя книга называется «Замуж за миллионера». На самом деле это сокращенное название. Полное название «Замуж за миллионера» не получилось, поэтому богомолов. Ксения, странный ты человек, тебе всегда удавалось выйти сухой из воды. Ты же оппозиционерка, но на Болотной всем досталось, тебе нет. На недавних митингах всем досталось, тебе нет. Даже в разводе с Виторганом богомолов досталось, а тебе нет. Ситуация прям как в Инстаграме. Всем тёлкам с миллионами подписчиков жопа с сиськами достались. На тебя подписано семь миллионов человек. У тебя один из самых популярных профилей в Инстаграм. Кстати, это единственный твой хороший профиль. Ксения, ты родилась в очень обеспеченной семье и в принципе могла прожить незаметную жизнь обычной мажорки, но ты выбрала другой путь и стала в итоге знаменитой ведущей, популярным ютублогером, кандидатом в президенты и знай, что мы бы все хотели, чтобы ты выбрала первый путь. Спасибо, что пришла. Уважаемые зрители ютуба, не переживайте, мы кинем тайм-код выступления Романа, чтобы вы его перемотали. Ксюш, недавно у тебя вышло прекрасное видео с шестью геем. это первый случай, когда в одном месте собралось столько геев и никто не получил золотой граммофон. Представь. Илюш, я, кстати, тебя тоже на эту программу хотела пригласить, но не было седьмого стула, извини. Серьезно? Ничего страшного. Знаешь ли, это первый раз в моей жизни, когда я с удовольствием отказываюсь от проекта на ютубе. Итак, кстати, про этих шести геев. Один из них сегодня здесь. Зоя Равицына! Начнем с Марка Сергеенко. Бог создал Марка, чтобы Нику Вуйчичу тоже было кем вдохновляться. Гиены не нападают на Марка, потому что думают, что это уже обглодано. однажды говно провезли по всей стране на поезде. Это был стендап-тур Ильи Соболева. Илья не самый умный человечек, поэтому первое время, чтобы зачать ребенка, он приносил жене сперму в ладошках. Сергей Матросов. Серега выиграл в Comedy Battle 3 миллиона рублей. Ксения, рубли — это такие некрасивые деньги, которые вы берете, когда у человека нет евро. Матросову, Косицыну и Соболеву жены сегодня сказали, вот и иди к своим шлюхам, и они пришли. Ира, приходь-ка. Роман Косицын. Чтобы выглядеть молодежно, Рома носит каракулевую шапку задом наперед. Родителям Романа Косицына тоже больше нравится Нурлан. Это правда, кстати. Ну и, наконец, Ксения Собчак. Ксения, здравствуйте. Я слежу за вами еще с Дома 2, так что, когда мне было 16, вы меня уже бесили. Говорят, Ксения сделала несколько операций, чтобы лучше выглядеть. Я бы не стала такое утверждать. Я бы сказала, что она просто сделала несколько операций. Не делала, пиздеж. У Ксении такое лицо, как будто она только что отправила падчерицу за подснежниками. На самом деле, Ксения в последние пару лет стала выглядеть намного лучше. Видимо, московские визажисты наконец-то научились это красить. Есть статья, где перечислены все мужчины Ксении Собчак. Пока я ее читала, в Венесуэле дважды сменилось правительство. На своей свадьбе Ксения станцевала сексуальный танец, потому что гости не хотели уходить. Ксения назвала сына Платон, чтобы он смотрел на это все философски. Ксения в Инстаграме так много рекламы, что когда она выложила фото сына, люди попытались его купить. В прошлом году Ксения заработала на своем Инстаграме полтора миллиона долларов. Именно столько сперматозоидов погибает на груди у Иры Приходько за одни выходные. Ксения, я думаю, можно уже перейти на ты, потому что мне так нужно для шутки. Смотри, ты во всех источниках заявляешь, что ты приведженец сексуальной свободы. И это очень круто, очень круто, потому что я ебала в рот все, что ты делаешь. На самом деле, я думаю, что ни одна из российских знаменитостей не обладает таким уровнем самоиронии. Этому у вас можно и нужно поучиться. спасибо большое, что пришли. Кстати, Зоя надевает платье, когда хочешь, чтобы яйца проветрились. Спасибо, крутые шутки, братан. Слушайте, Ксюш, как ты знаешь, в нашем шоу есть суперзвезда и есть специальный приглашенный гость. Но, так как сегодня специальная программа новогодняя, у нас сегодня приглашенный гость это ты. Суперзвезды у нас не было в самом начале еще. Ксюш, я надеюсь, что сейчас ты возьмешь в кулак всю свою ненависть к нам, ко всем хейтерам, ко всем тем, кто тебе пишет всякую гадость в интернете и зальешь это на нас через свой чудесный прикус, который лично меня при близком рассмотрении вгоняет в дрожь. Легендарная Ксения Анатольевна Собчак здесь. Ребят, во-первых, я хочу сказать, что комик из меня, вот как в принципе все остальное. Вот поэтому, но если я буду лажать, то вы не обращайте внимание, все равно смейтесь там, а я буду делать просто... В первую очередь я хотела, конечно, похвалить за эту прекрасную идею канал ТНТ-4. Это, конечно, хорошо, ТНТ-4, но сразу скажу, это не супер. Вы, конечно, классно сделали, что решили позвать меня на прожарку, потому что передача «Где есть я», какие-то идиоты и костер, всегда имеет стабильно высокий рейтинг и идет десятилетие. Обычно главные герои прожарки не шутят про ребят, которые сидят вот здесь на диване, потому что мало что о них знают. Но это не мой случай. Вы все прекрасно знаете, что я журналист, я профессионально готовлюсь к каждому эфиру, поэтому я почитала про вас, про всех, погуглила, прошерстила, так сказать, интернет, и у меня только один вопрос. Вы, блядь, кто все такие, а? Но на самом деле, если говорить серьезно, мне нравится прожарка, и прежде всего потому, что я, как бывший кандидат в президенты, могу точно заявить, здесь нет никакого сексизма. Здесь наравне шутят и про мужчин, и про женщин, здесь участвуют мужчины и женщины, и вот даже вот это странное существо в балахоне одинаково хуево шутят и про тех, и про других. Ребят, ну если говорить серьезно, мне, конечно, вообще пуху, и вот что вы тут все про меня говорите, вот честно. Будем реалистами. Вы тут вообще никто. Сейчас я вообще не понимаю, зачем это мероприятие. Ну как? Как можно обидеть человека, который рекламировал пуховики Саваш? Ну вы сами подумайте. Это невозможно. Ну я правда, знаете, я не понимаю, в чем смысл прожарки меня. Ну там, я понимаю, там, Светлакова, Мартирайся, но меня, меня зачем прожаривать? Я столько говна выслушала за всю свою жизнь, что я хуево выгляжу, какая я страшная, что я проект Кремля, пожелание сдохнуть в адских муках, и все это только под одной фотографией, где я мило держу сына. Но раз уж я пришла на шоу, где вся грязь собрана в одном месте, и раз все это происходит вот здесь, я думаю, что, ну, будет правильно, если я закрою все темы, связанные со мной, и шагну в Новый год, ну, очистившись, как бы вся в белом. По поводу того, почему я ненавижу детей, но при этом родила сына. Ну вот смотрите, вот я уже тысячу раз говорила журналистам, скажу, и здесь вам не учим. Я ненавижу маленьких гаденышей, вот эта фраза, ее вечно вырывают из контекста. Вам надо вообще лучше работать с вашей информацией, потому что было сказано совершенно не так. На самом деле я говорила следующее, я специально выписала цитату. «Я ненавижу маленьких гаденышей, пусть они корчатся в адских муках, мелкие, вывалившиеся из своих матерей, крикливые гаденыши-пидорасы». Запомните, эта фраза звучит именно так. Ну и тем более я сказала, что я ненавижу мелких гаденышей, а к этой категории относится Илья Соболев, конечно. Кстати, из скатерти моей бабушки ты сшил прекрасный костюм, Ильёш. Прям во. Ну а что, мы с ней встречаемся? Так. Так, теперь по поводу того, что это проект Кремля. Ну, давайте так. Проект Кремля на тех выборах все-таки набрал 76% голосов. Я, судя по цифрам, проект ТНТ-4. По поводу того, что я делаю шоу с Яной Рудковской на канале «Супер». Вы об этом не говорили, но и в целом об этом никто не говорит. По поводу того, что я устроила шоу и собственные свадьбы. Мне кажется, что все, кто пишет, что я там что-то устроила, ну это просто завистники какие-то, зажатые, закомплексованные люди. Всех возмутила, видите ли, моя свадьба. Скажите, почему вы не радуетесь за меня? Баба с прицепом в 40 лет вышла замуж. Да вообще, это же уникальный случай. Так, ну и последнее. По поводу моей внешности. Конкретно челюсть. Но вот давайте честно, вот вам всем здесь не нравится моя челюсть. Правильно ведь? Правильно. Но если вы задумаетесь, моя челюсть не нравится вам ни формой или размером. Она вам не нравится тем, что она вам постоянно говорит правду. Эта челюсть постоянно выговаривает что-то, что вам не нравится. И на самом деле все, что я заработала в жизни, связано с тем, что я говорю то, что я на самом деле думаю. И это уже не шутка, просто я вам это рассказываю, чтобы вы это как-то переварили и с этой информацией отправились в Новый год. И вместе с моей челюстью. Я вас поздравляю с Новым годом. У вас прекрасное шоу, классные шутки, супер ведущие. Но это все, конечно, неправда. Но надо как-то позитивно закончить этот вечер. Спасибо за приглашение. Но на самом деле это было охуенно. Правда, вы классные. Я давно так не смеялась. У меня потекло лицо. Кайфюша, спасибо. Спасибо. Молодец. Присаживайтесь. Мужики, Россия должна состоять не только из ментов и уголовников. Поэтому наша задача не сажать, а объяснить салагам, что такое хорошо и что такое плохо. На вас птицы докакал. Неважно. Патриот. Скоро. О, Сань, спаси нас. На ДНТ. Мальчики, может, вам друг на друге жениться? Мы лучше в гражданской дружбе останемся. Самая крепкая мужская дружба. А? Дочь, как у тебя я сделал? Не выдержит такого. Ну, ну, ты как нас могу заметить? Вы два месяца же так не заметили. Он нашу дочь своротил. Помнишь, ты мне как-то машину навоза подогнал? Возвращаю. Да ты кавказец. Если бы твою дочь. Как по закону? Гор. Я не помню. Я 20 лет на Урале живу. А что, Урал тебе не горы? Новый комедийный сериал. Сейчас ты поймешь, что я чувствую. Папа! Не нравится? Когда друг дочь поцелуют, да? Война семей. А теперь здесь появится то, без чего бы канал ТНТ-4 не мог бы существовать. Я сейчас не про желание армян заработать. Сюда выйдет директор ТНТ-4, креативный директор ТНТ, генеральный продюсер Камеди Радио, генеральный продюсер канала Матч Премьер, владелец бренда Ракета, отец троих детей и создатель дуэта Гавр и Олег Верещагин. Нет, не Олег Верещагин. Гаврил Гордеев! Приключайте. Быстрее. Он сейчас схватит вас. Глупцы! Вы остались! Добрый вечер всех с наступающим Новым Годом, друзья! Новогодний выпуск про жарки! Я сразу объясню, почему я тут. Дело в том, что тебя должен был прожаривать Сергей Шнуров. Он не смог приехать, но он прислал тебе стихотворение. Каждый знает, чуть не с детства, если сдохла лошадь, слезь. Жарить Ксюшу бесполезно, хуй кто станет это есть. Сергей Шнуров. Сереж, я тебя тоже люблю. Естественно, мы предложили прожарить тебя Константину Богомолову. Он отказался поливать тебя дерьмом не потому, что ты его жена, а потому, что оно ему пригодится для собственных постановок. Ксения Бородина отказалась, сказала, какая прожарка, вы бы знали, как и заебалась у костра сидеть. Гуф отказался, но очень сильно извинялся. Алексей Панин отказался со словами, а что обо мне потом люди подумают. Слушайте, ну, сегодня новогодняя прожарка, и как-то хочется подвести итоги вообще. Давайте поаплодируем всем нашим прожарщикам. Я рад, что проект развивается, что постоянно ищем новых людей, что сегодня у нас новенький парень, который выступает в первый раз. Аплодисменты Сергея Матросов. Также спасибо Роману Косицыну. Роман Косицын, это очень круто, что наряду с теми, кто выступает впервые, у нас есть те, кто уже завершил карьеру юмориста. Марку Сергеенко отдельные аплодисменты. Прожарка вообще существует благодаря Марку. Потому что когда Марк появляется в кадре, люди начинают перечислять нам деньги на лечение. Филипп Воронин. Очень скромный. Он никогда не хвастается своими победами, достижениями, потому что их нет. Зоя Яровидсовна. Креативный продюсер нового шоу, которое выйдет на ТНТ. Это женский стендап. Аплодисменты. Это шоу в 2020 году будет на ТНТ, и в 2028 на ТНТ-4. Ирина Приходько приехала к нам из Белоруссии. Ну и к итогам года. Ира, ну вот мне на самом деле стремно, вот за все вот эти шутки, которые в твой адрес звучат, я хочу раз и навсегда оставить эти шутки в прошлом году. И лично от меня и от телеканала ТНТ-4 Держи тебе сертификат на восстановление девственности. Здесь 4 купона. Я думаю, что тебе до конца года хватит. Перейдем к главной Снегурочке этого года. Почему Снегурочке? Потому что она тоже знакома с самым влиятельным дедом в нашей стране. Я реально рад, что Прожарка развивается. Потому что с развитием шоу Прожарка развивается наше общество. Мы действительно показали, как круто смеяться над собой. Более влиятельные гости к нам приходят. Вспомните, два года назад мы сняли пилотный выпуск Прожарки с Ольгой Бузовой. И уже сейчас в этом кресле сидит Ксения Анатольевна Собчак. Кто-то скажет, мы сделали круг. Я скажу, да, мы сделали круг. Но когда запускали только Прожарку, мы взяли книгу Джеффа Росса. Это создатель и родоначальник жанра Прожарка. И в этой книге Джеффа Росса, это известный американский комик, у него написано первое и самое важное правило Прожарки. Я прям зачитаю его. Прожаривают только тех, кого любят. Поэтому, Ксюша, я ничего не буду про тебя говорить. С наступающим Новым Годом, друзья! Спасибо большое, друзья. Я все. Камор! Гаврил Гордеев! Браво! Ну что ж, всех наступающих, всех, кто смотрит нас по Ютьюбу, смотрите нас в Новом Году. Может быть, кто-то сейчас вообще смотрит нас в 2022-м. Может, кто-то только вышел из тюрьмы и такой, ба, Прожарка, Собчак, что-то новое. И может, кто-то вообще смотрит второй раз и такой, почему шутки повторяются? Ну что, дебил, это повтор. Ты смотришь еще раз. Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова О, нет. Нет-нет-нет-нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok